МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, журналисты телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Напился и ограбил магазин. Рязанец, оказавшись в Валиканово, купил алкоголь в одном продуктовом магазине и решил ограбить другой. Супружеский долг. В Рязани совершено холоднокровное убийство. Как избежать дополнительных услуг при взятии кредита? Советы службы по защите прав потребителей. Сасовский калинник. Именно это блюдо может запомниться рязанским туристам. Осенний подъем заболеваемости коронавирусом в Рязанской области вернул регион к ограничениям. Цифра заболевших за сутки уже дошла до 115 человек. Это рекордный показатель за все время пандемии. При этом в целом власти избегают жестких мер, но ограничения остаются. Общим для всех россиян стал приказ Минздрава, который определил новый порядок лечения коронавируса на дому. Пациенты с COVID-19 могут лечиться амбулаторно в том случае, если у них есть отдельная комната. Также они должны взять обязательства соблюдать все предписания врача. В больницу же отправляют живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах с пожилыми и больными хроническими заболеваниями. Ранее бытовые условия пациентов в расчет не брались. Острым остается масочный вопрос. Средства защиты по-прежнему необходимо носить. Но, судя по результатам проверок, горожане это делают неохотно. С начала ноября рязанские рестораны и кафе могут работать по ночам, но без присутствия посетителей в залах. Проверки баров идут регулярно. Во многих находят нарушения. В регионе были объявлены досрочные удлиненные каникулы для школьников. Все школы области закрыты до 15 ноября. Власти продлили самоизоляцию для пожилых рязанцев, а подросткам и вовсе запретили разгуливать без взрослых по торгово-развлекательным центрам. В следующем году Рязань может стать столицей тотального диктанта. Об этом заявила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Рябковец. Она подвела итоги диктанта этого года и рассказала об условиях его проведения в будущем. Было отмечено, что ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих впервые с 2011 года была проведена в онлайн-формате и осенью. Причина нововведения – пандемия коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в этом году в диктанте приняли участие почти 280 тысяч человек. Более чем из 80 стран мира. До этого людей участвовало меньше. Говоря о планах будущего года, Ольга Рябковец заявила, что дата тотального диктанта определена на 10 апреля и останется неизменной при любых обстоятельствах. А вот столицу просветительской акции 2021 года предстоит определить ее участникам. В конкурсе за это почетное звание борются 13 городов, в том числе Рязань. Выбрать столицу может каждый на сайте тотального диктанта. В Рязанском районе произошло нападение на кассира продуктового магазина. Злоумышленник, угрожая ножом, забрал всю выручку. Как его удалось задержать, расскажет Валерий Седов. В деревне Секиотова произошло разбойное нападение. В местный продуктовый магазин вошел мужчина с ножом и, угрожая холодным оружием, забрал всю выручку. Это больше 10 тысяч рублей. Быстрее! Оперативники связались с диспетчерскими службами таксопарков и получили номер телефона, с которого был сделан заказ. В рамках специальных оперативно-розыскных мероприятий выяснили адрес, по которому скрывается злоумышленник, и задержали его. А в ходе допроса и вовсе выяснилось, что мужчина выбрал магазин случайно. Я случайно вообще попал в деревню. Просто я хотел переехать. Я просто знаю, где поворот на трон. Там есть чуть подальше остановка. Туда дальше, как у Михаил трасса. А он взял этот автобус и завернул туда. Я просто не знал, где трепхоз находится. Я думал, просто доед до этой остановки и слезу. А в конечном итоге автобус ушел в поселок. Согласно предварительной информации, мужчина приехал в Секиотово, купил в магазине бутылку водки и выпил ее на улице. Потом надел маскировочный костюм и медицинскую маску. В таком виде отправился в другой продуктовый магазин, где и совершил разбойное нападение. А на улице снова снял свой костюм, вызвал такси и уехал в город. Подозреваемый в разбойном нападении, 32-летний житель Рязанской области, ранее был неоднократно судим за кражи и разбой. Суммарно он провел в местах лишения свободы около 8 лет. В наказание за очередную кражу ему были назначены исправительные работы, которые мужчина должен был отработать в специализированном в центре в Тульской области. Но рецидивист скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Следственным подразделением отдела МВД России по Рязанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В московском межрайонном следственном отделе завершено очередное расследование громкого уголовного дела. Теперь материалы об убийстве рассмотрят в суде, но следователей поразила холодная расчетливость и спокойствие обвиняемого. Вы разрешаете участникам следственного действия войти в ваше жилище? Пожалуйста, заходим. Культурный с виду чрезмерно жестокий внутри. Это могла бы быть история про очередного доктора Джекила и мистера Хайда, если бы не одно «но». Эту ночь с 8 на 9 мая 70-летний обвиняемый прекрасно помнил до мельчайших деталей и действовал осознанно и расчетливо. Лезвие было вниз, конечно, потому что самая ручка так сделана, чтобы лезвие было внизу. Это днофть фабричный, столовый. Дальше что происходило? Она захрипела, стала сползать сюда. И пусть ножом ународовал уже не первый раз, спокойствие и рассудительность, с которыми мужчина совершил это убийство, следователей впечатлили. Во время эксперимента пожилой душегуб рассказывал все в мельчайших деталях. Как крепко повздорили с гражданской женой, как медленно вскипала в нем ярость. Мотив для ссоры 70-летних сожителей оказался весьма пикантным. У нас зашел разговор, ну, такой, типа, ну, сексуальности. Она стала для меня, в смысле, говорить, ты не несостоявшийся. Тебе 70 лет, а ты уже несостоявшийся, как мужчина. Вот. Вот. Если уже там под 90 лет мужчина, и то они в состоянии. Дальше все происходило с пугающей предсказуемостью и жестокостью. Уже потерявшую сознание жертвы, обвиняемый добивал с азартом мясника. Прямо в промежность. А потом просто лег спать возле трупа. Утром сходил за водкой, опохмелился и вызвал полицию. Что делать в таких случаях, он уже знал. Указанный мужчина ранее привлекался дважды по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации за причинение тяжкого вреда здоровью. На допросах он вел себя адекватно, вину свою содеянным он признал и раскаялся. Однако соседями по месту жительства он характеризуется отрицательно, как человек, употребляющий спиртные напитки, конфликтующий и проявляющий агрессию. По статье «Убийство» мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Учитывая рецидив, возраст и предыдущие сроки, эта ходка вполне может стать для него последней. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Существует опция банка, с которой сталкивались многие из тех, кто оформлял кредит. Людям навязывают дополнительные услуги, которые зачастую не нужны. Работники банков рассказали, что отказаться от них можно и порой нужно. Как расскажем далее. Навязывать дополнительные услуги при оформлении кредитов недопустимо. С таким резким заявлением выступают сотрудники банков страны. Зачастую дополнительные опции навязывают именно микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. Но порой банки тоже этим грешат. Обычно дополнительной услугой называют страховку и смс-информирование. Но на практике встречаются разные. Заемщику необходимо знать, что по закону он не обязан соглашаться оформлять дополнительные платные услуги при заключении договора. Кредитор не вправе отказать в выдаче кредита только потому, что гражданин отказался от оформления дополнительных услуг. В заявлении на выдачу кредита или займа есть строка «Согласен ли гражданин на получение дополнительной услуги». Поэтому перед подписанием такого заявления необходимо обратить внимание на графы, в которых нужно проставить галочки. Возможно, их уже проставил кто-то за вас. Если галочками уже отмечены нужные пункты, то клиент лишается права выбора, а за услуги начисляют дополнительную плату. В свою очередь, это влияет на полную стоимость кредита. Возможность отказаться от доп. услуг существует, и она предусмотрена законодательством страны. Сотрудники по защите прав потребителей рассказали, как это можно сделать. Для этого необходимо направить в адрес организации, которая предоставляет дополнительную услугу, заявление об отказе. Однако поставщик услуги может удержать фактически понесенные им расходы. Чем быстрее вы откажетесь от навязанной дополнительной услуги, тем больше вероятность вернуть свои деньги обратно. Сотрудники банка советуют не спешить и тщательно изучить документы. Особенно стоит обратить внимание на индивидуальные условия договора, где можно встретить эти дополнительные услуги. На изучение этого договора дается 5 дней. В свою очередь, человек вправе отказаться от дополнительной услуги в любое время. Ему должны вернуть средства, кроме фактически понесенных расходов. Если же финансовая организация нарушает права потребителя, можно жаловаться на нее в Банк России и Роспотребнадзор. Валерий Седов при содействии Банка России. Любой бывалый путешественник или турист подтвердит, отправляясь в новую страну или город, помимо достопримечательностей и культурных объектов, атмосферу любого места создает кухня. Своебразное, особенное блюдо, которое зародилось в конкретном городе, запомнится не меньше, чем величественный храм или красивые улочки, как грузинские хачапури или хинкали, осетинские пироги или тульские пряники. Таким блюдом, напоминающим о Рязани, гостям города стал калинник. О нем расскажет Марина Комиссарова. Рецептом старинного рязанского лакомства калинника в наши дни с удовольствием поделятся гостеприимные и дружелюбные жители села Новая Березова Сасовского района. И не просто поделятся, но и накормят гостей. Угощение из ржаной муки с начинкой из калины жители этого далекого села по сей день готовят в печи по технологиям дедов и прадедов. Именно здесь, в ходе гастрономической экспедиции, рязанские рестораторы встретились с местной жительницей Ниной Павловной. Она и научила профессионалов кулинарного дела, ищущих новые идеи прямо в народе, как готовить калинник. Руками сами все проделали, имели возможность попробовать. Еще как хлебосольная хозяйка, она с собой дала. Мы родным привезли. Но правда, мы когда попробовали, этот вкус, он ни на что не похожий, интересный, мощный. Но мы прямо влюбились. Вкус калинника действительно сложный, объемный, раскрывается разными гранями. От солоноватого, горького, до сладкого с небольшой кислинкой. Терпкий, как черемуха, запоминающийся, он точно не забудется тому, кто его попробовал. Здесь, конечно, вкус калины и яблок. И подчеркивается, черемуха мукой. Я думаю, что больше нет таких десертов с таким сочетанием. Исконная технология изготовления пирога занимает двое суток. Русская печь, особый замес теста. Рязанским мастерам удалось в ходе долгих экспериментов и поисков адаптировать процесс изготовления под современные условия. Но суть, идея и, главное, незабываемый вкус остались. В чем уникальность, мне показалось, во-первых, технологии запекания кондитерского изделия в капустном листе. Мы впервые с этим столкнулись. То есть, понятно, всем известны голубцы, чтобы делать десерт. Но капуста использовалась даже не столько для вкуса, сколько как пергамент. То есть, как материал, который позволяет не сгореть. И который в процессе запекания становился фантиком таким. И позволял еще сохранить долго продукт. И когда там внучки приезжали, ну, не знаю, какие-то там вещи. То есть, он лежит, его расковыряли. И вот, пожалуйста, вам к чаю. Современный рязанский калиник, несмотря на то, что капустный лист в приготовлении в ресторанных условиях использовать необходимость от пала, тоже хранится долго. И его запросто можно купить как сувенир, чтобы привезти близким в другой город или даже страну. Как напоминание о русском городе Рязани. А самое главное, что нашли ответ на вопрос гостей очень частый. А что бы съесть вашего рязанского? Это очень частый вопрос, был до этого без ответа. Ответы были таковы, что попробуйте паэлью, у нас она самая вкусная. Попробуйте пиццу, не знаю, там, лазаньи. Хинкали сумасшедшие там в нашем рязанском ресторане и так далее. Естественно, мы все это не отвергли, остаются в ресторанах блюда разнообразных кухонь, потому что это такая все-таки возможность посредством еды перенестись куда-то там в свои воспоминания и так далее. Но практически в каждом ресторане уже ответ готов на вопрос, что бы съесть вашего. Сверху уже испеченный калиник покрывают глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Это дополняет весь спектр вкусов рязанского пирога сладким. Однако описать этот необычный и многогранный десерт словами – затея довольно неблагодарная. Чтобы почувствовать терпкость и незабываемый аромат калины, напоминающий о детстве и первых заморозках, горечь и слегка вяжущий оттенок черемухи, переносящий в цветущие майские кущи, грубоватую фактуру ржаной муки, теплом августа, обволакивающую душу, нежность джема и сладость глазури, переносящую к зимнему огню в печи бабушкиного дома. Все же стоит попробовать калиник и оценить этот новый, хорошо забытый старый рязанский пирог. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно узнать о событиях нашего региона вы можете на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова